Владимир, добрый день. Спасибо большое, что согласились ответить на наши вопросы. Вот мы находимся как бы в преддверии показа спектакля «Дуэль» по повести Чехова. На ваш взгляд, вот может быть такой достаточно наивный вопрос, чем этот материал актуален в 2021 году? Ну, наверное, тем, что темы человеческие, они всегда актуальны. Будь то каменный век, ну, нет, наверное, я перебрал, но тем не менее. То есть, когда мы читаем пьесы, классические пьесы, которым по 200 лет, есть пьеса, которым 300 лет, и ты понимаешь, что ничего не меняется, потому что человек остаётся человеком, и все его желания, все его любови, мучения, они все остаются. То есть, как раз именно это не меняется в человеке. То есть, меняется, наверное, его, он получает там образование, то есть, какие-то вот такие вот вещи. А то, что касается дел сердечных, я думаю, что они остаются. Ну вот, кроме любовной линии, да, в этой повести есть и социальная какая-то линия. Да, вот мы вас знаем как актёры, которые очень много разных играют ролей на сценах различных театров, вот работая непосредственно над этой ролью, над ролью Лаевского. Что вы для себя выделяли, как вы вообще шли в этой роли, с чего вы начали и так далее? Я, на самом деле, ничего не выделял, и я шёл абсолютно на ощупь. То есть, ну, как любой материал, который ты берёшь. То есть, несмотря на то, что после первого прочтения ты как-то примерно понимаешь, о чём это речь. А если ты даже не понимаешь, то где-то чувствуешь, как это должно быть. И потом начинается вот эта работа, когда ты начинаешь всё это раскладывать по полочкам, и вдруг какие-то открытия на этом пути возникают. Поэтому по-настоящему, наверное, к пониманию материала я пришёл, как ни странно, сегодня только. И мне не стыдно в этом признаться. И я думаю, что... Потому что иногда ты играешь в спектакли, и ты понимаешь по-настоящему, просто до мурашек, понимаешь, через год ты можешь понять, о чём по-настоящему ты играешь. Поэтому это такой рабочий момент. Что вы сегодня поняли, если не секрет? Я сегодня понял такую вещь. Я примерно как с квадрокоптера просто, с высоты квадрокоптера я просто понял в двух словах, о чём эта история. А история, она заключается только в том... История моего персонажа. Я не говорю про весь спектакль, замысел, режиссёрскую задумку, я говорю про свой персонаж. Это история про человека, который мечтает жить в каком-то прекрасном городе мечты, своей мечты. А по сути он живёт сейчас в провинциальном городишке на краю света. И это попытка вырваться из этого провинциального города. То, что он молодой парень, то, что он мечтает, то, что он, несмотря на то, что он разлюбил эту девушку, женщину, он хочет всё равно любить, то есть чтобы его сердце не отдыхало. Но местное вот это население, они ему говорят, слушай, дружище, ну давай чуть ниже планку, давай, ты живи, как все живут, ты вот как раз возьми эту девушку, ну как бы ты же с ней живёшь, повенчайся с ней. И так далее. То есть они, как бы большинство, диктует тот образ жизни обывательский, который есть. И я думаю, что вот эта главная тема моего героя, и вообще себя самого, что у меня есть внутри некий свой маленький повинциальный городок, у меня лично, Володя Крылова, где-то внутри меня, из которого я всё время хочу вырваться. То есть эти мои мечты, которые меня уводят куда-то вдаль, и где-то я, где-то окружение как раз меня возвращает в какую-то ту реальность, которая общепринята. И вот эта тема. Тогда вот последний вопрос. Мы спектакль не видели, но поняли, что он как бы о сегодняшнем дне, ну в целом, да. Вот такой вопрос. Для самого Чехова он написал повесть на Сахарине. Это был переломный момент, связанный с эпидемией, с последующей болезнью и так далее. Как-то эта современная реальность в виде пандемии и всего остального, она отражена вообще в этом спектакле? Есть что-то для вас? Какие-то нотки вы новые нашли? Именно в этой ситуации? Нет, я даже об этом не думал. Нет, совершенно был совсем далеко от этого. Нет, можно какую-то параллель провести, наверное, с нашей пандемией, что мы теперь где-то ограничены. И в наших передвижениях, наверное, тоже где-то, как и мой герой, мы застряли где-то вот в нашем небольшом пространстве, а нам хочется чего-то большего. возможно, какую-то такую параллель можно провести с моим героем. Спасибо вам большое. Спасибо вам.